так и у нас давайте смотрите давайте вот еще раз вот смотрите еще раз потом мы наверное ну как бы этот самочек а что касается кирпицидов но уже говорили ребята сейчас вам покажут там маленький фильм что я хочу сказать если кто-то пытается обрабатывать почвенными кирпицидами внимательно смотрите по скорости прохождения препарата по профилю почвенным насколько он активен по перемещению как у вас весной осадки выпадают поливаете ли вы свой сад и какая у вас тяжесть почвы насколько тяжелая почва потому что вот у нас в зоне где югу там супер ставишь что-то проходит попросту мгновенно и я видел своими глазами многократно когда деревья обработанные почвенными кирпицидами земля почему работали когда почки еще не общение раскрылись то есть надо весной обрабатывать как положено потом начинается то есть они же долго ниже чем пусть еще она там три месяца это как раз когда мы держались то не зайдете ничего там не поковыряйте и потом когда началось распускание почек начались нарастали листового аппарата они были точно такого же желтого цвета как вот и корня который должен был погибнуть причем поначалу трактор который зашел с кирпицидником но после зимы так сказать он там стоял и какое-то время ну чистился так сказать да то есть вот первый там 10 метров который чистился и долго шел там деревья вообще практически чуть ну да они полностью не засохли но они вот все стояли как лист как пергаментная желтая бумага то есть это очень опасно поэтому вот эти моменты как бы ну соблюдайте либо же тогда как сказали ребята меньшая доза да то есть она должна поменьше то есть влажность не то какие грунты если черноземные то беремо больше грунтового прописная истина всем целиком нет никакого но никто не гарантирует это весна будет холодно в смысле дождевая значит вот по карбамиду у меня еще повторяю все и мит во осени то есть есть ваша работаете так если нет пошел может сидеть мало ваши просто один компонент если у вас есть бактериальный рак триллиона в приоритете бактериальный бактериальный ожог приоритете тогда обязательно не не может ему дать норму карбамеда до 50 у вас не получилось а дайте обработайте листовой аппарат который лежит на земле то есть закупки все сверху на вот это только лишь чтобы он попал на лист и сразу же спит весной профилактика медным препаратами делайте или не делайте не знаю между интервалами обрыскивание 4-6 дней перед цветением цветение после цветения ягода лещи ну я яблоко лещина вот до размеров лещины обработки с интервала 4-6 дней дальше и обязательно комбинация с контактным системный продукт полная норма препарата если в лучшем случае вы можете сделать по нижней вилке здесь написано полтора-два килограмма можете полтора если вы делаете меньшее количество воды вы можете снизить норму расхода препарата на 15-20 процентов максимум на 30 больше не снижайте и там принцип какой тогда вы идете от нарастания либо размера плодика да либо от нарастания каждых следующих трех листов вот появилась три листа а это буквально на самом деле вот весной это четыре-пять дней три листа не у такие лопаухи знаете уже листы между ними вот такой черешок а вот выглянул основных три листа потому что тогда настолько вот это аска споры и комедия споры которые вместе летают мае если настолько агрессивны что там между что чуть появилась свободная поверхность которая отросла свободная да то есть почему там 45 дней потому что инкубационный период в этот момент 46 дней зависит от погоды то есть это прохладнее это будет жизни то есть вы под каждый инкубационный период должны положить препарат альтинкубационный период и понимать до скоро и следующая спора причем визуально вы можете не увидеть вот этих пятен еще потому что условия могут быть такие что это просто ну как бы визуально еще не сложились условия для проявления но латентную форму заболевания никто не отменял то есть все равно гибы там растут себе растут и в какой-то момент когда условия стали хорошие как вы говорите утром проснулись а все у нас пятна в паршиве то есть не потому что это случилось вчера то значит случилось 10 дней тому назад просто мы этого не видели и всегда по листовому аппарату на каком ярусе появились пятна вы можете назад отмотать и понять какой продукт у вас продукт тракторист который в это время запил там у него там денежнение было применение минерального питания по сбалансированное давние корневые подкормки применением если хотите мы потом викторию может задать этот вопрос он там спрятался колочек свернулась а по подкормкам посмотрите вот все препараты которые содержат аминокислоты мы вчера уже говорили они спровоцируют выработку будет алексином да то есть которые иммунную систему собственную и для этого они нужны то есть любые обработки фунгицидные и цептицидные это стресс и вы должны добавлять все равно микроэлементы и аминокислоты для того чтобы вводить ему растение стресса любой стресс больше болеет больше болеет больше стресс опять же мы обрабатываем так так и циталии во второй половине вегетации вы можете перейти скажем в конце июня в июле в августе если у вас сухо одними контактниками работать вот компания дома когда там семинаре показывал систему голландии 35 обработок из них 25 каптана норма расхода там килограмм предположим да у них там даже до полтора килограмма просто что плод который растет постирать постоянно хотя бы как один один слой молекул должен лежать то есть время должно быть закрыто что касается прилипать или агюмантом и там и так далее то есть не можете в каждую поработку давать то есть вы можете мне сказать что есть аппараты которые безусловно не все содержат какие-то прилипать или стабилизаторы и так далее но фаза перед цветением цветение после цветения вещина обязательно потом фаза когда я вот и начинают смыкаться вот в стульмушкой уже так сказать при приклеиваться туда обязательно и перед хранением это сто процентов даже то есть шесть-семь раз за сезон это обязательно остальное на ваше усмотрение как я говорю пусть это будет и куда-то есть дозы там 150 200 грамм ну дайте 125 грамм пусть это будет потому что в любом случае это все равно растечет плод будет ну то есть это не настолько дорого чередование препаратов помните никто не принял препараты вот первичная инфекция устойчивость вы помните да то есть вот каптан по первичной инфекции 50 миллиметров осадка полностью не смывается только по вторичной инфекции 60 миллиметров осадка понятно что каждый осадки 20 миллиметров снижает срок защитного действия препарата на ни сутку тем не менее если вы сделали обработку и вас на пола 5 миллиметров осадка но через восемь часов понятно что не сразу после этого самого когда препарат еще не нужно не надо убежать перерабатывать то есть это все еще работает и из препаратов которые держат веселье формы форшивых сколько часов после заражения да у нас считался самым газом и теканозол который держал 26 часов я защищенную действующее вещество которые говорят 120 часов но опять же не то что вы сделали обработку и в течение трех-четырех суток после заражения пришли сделать все вылечилось то есть всегда это это вырабатывается в оптимальных условиях перепады дневных и ночных температур высокая концентрация заразного начала все это сокращается лечебного действия препарата но тем не менее каптан свои тридцать ну как я думаю пусть это будет восемнадцать часов или двадцать то есть вот выпали у вас остатки вы знаете что произошло заражение но в саду еще много да другого препарата у вас нет и вы через двадцать часов вышли на обработку каптан способен вот эту снять инфекцию которая там начала прорастать потому что ну и скоро вот сначала упала потом начала по поверхности там где-то встали потом где-то наискало место то есть это все равно хватает для того чтобы так быть что у нас был такой период самый весенний период когда буквально 2 недели и что дождик не то что великий дождик а вот таки постойный моросящий дождь 2 недели если бы мы ждали чтобы этот дождик прекратился и у меня некоторое время стояли заправлены с каптаном и даже дождик чуть-чуть не перекращался а маленький морсил и мы все же таки шли с каптаном за этот период за 2 недели мы четыре раза шли с каптаном и в цей период нам удалось побороть прошу то не чекать если вы видите что у вас есть такой загрозный период то мы додаем хай там змеется да хай там змеется частина этого продукта но с властью я ощутил так как знаете что все же таки 40-60% захиститься у вас будет все равно захист если вы будете чекать 2 недели пока вместе с вами выйдет солнечко и вы сможете зайти с иншими продуктами нами с ним системными вы ничего не будете робити и потом же побороти данную проблему не можливо то 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 навіть якщо у вас есть такая не знаю вашей зоне такая небезпека а у нас было такая умение с свого досуга мы четыре раза робили каптаном буквально три дни это на самом деле так и есть потому что любом случае даже если осадки выпали через там условно говоря идут подарок ну как через два часа все равно что все остается а количество водой либо нет воды надо уменьшать при этом норму препарата не это самое или же дает не вода и вода и звичайно как это то крупнитель капли это утяжелитель капли чтобы нам все так но лучше уменьшить воды еще одновременно утяжелитель капли давали а мы приобрели на кухне на 4 г immediately это ты одна приступит а мы тоже сейчас вот препарата столько сколько надо потому что мы сейчас маленький так и теперь смотрите по поводу окраски плодов мы работали одним вот у меня одно хозяйство один раз делала вот этот продукт называете вы знаете наверное его мы делали за 20 дней до урон ну наверно начала начинается мы усиливали делали два раза с интервалом 10 дней больше я другими продуктами не работала но мы понимаем если кто-то работал поделитесь что это нужно делать до начала условно говоря у вас уборка через там 5 сентября начинается то есть это где-то числа 10 августа вы должны пойти сделать эту обработку можете сделать одно что сделать интервал 10-12 дней потом когда уже там 5 3 сентября делать ее не надо просто ничего не успеть там окраситься говорят что знаете как это что если ночей холодных не будет до этой перепады ночных дневных температур когда в августе очень трудно добиться окраски потому что естественным путем добивается вот именно но и но вот этот препарат да не могу сказать что яблоко которое должно было стать красным стала полностью красным но бог красный у нас появился на самом деле этот красный был у нас появился другого больше пока ничего не пробовала поэтому извините может быть что-то компания скажет по времени когда эта работа делается в растяжении дня на протяжении дня даже такие вещи как вот свитов да потому что в данном случае влияет много факторов первых будут перепады дневные ночные это однозначно и то что сделала наутова когда она удобралась исследования на влияние на окраску то они замечали влияние между содержанием основных элементов питания почвы если например там их они шли попали почему там например здесь условия похожие здесь окрасывается здесь не окрасывается на шеликопальт значит мы говорим о том что бывает что где-то фосфора или калия на шеликопальт мы видим вот праздник там по вегетации и температуры перепады есть и продукты вы потратили а фосфора калия не хватило в грунте все оно не покрасилось можно ли если яблоко с нами дорожило 10 копеек на гектар да ну смысла смысл есть а если это надо дорожать продукцию на гривну да продали мы его и придурочек может какой-то фактор который не сработает Виктория можно вариант корнеоль каптан покращу забавлено фосфит калий и фосфор калий можно ли добавлять фосфор калий и в никаком виде вместе с свитом мы сейчас говорим про корнеоль тут надо четко доказать что именно наличие этого элемента питания именно наличие этого свита повлияет на окраску то есть это можно попробовать и поставить в разных условиях на территориях покрасить или нет чтобы потом делать какие-то выборы как снижалась лёгкость при применении свита ну то явно как бы мы не держали до весны его продали перед новым годом до нового года оно долежало хотя они пишут там но если читать как бы сопроводиловку что лёгкость замечательно все хорошо сахара там лучше все как бы плотность нормально но они его не держали то есть мы покупатели они его продали то есть это не было к сожалению задачей знаете как как научные исследования это сняли в декабре в январе феврале в марте то есть безусловно такие бы исследования хорошо было бы провести но я и на них не попадала кстати нигде не читала чтобы кто-то вот какая-то два-три литра на гектар раствора раствора тысячи литров потому что я ездила там черновцы у него не так красные яблоки потому что ночью потом холодно становится да им это не надо нам надо вот эту банальную связку мы пробовали каптан-мирпан если я бы на отметил токсин-мирпан вот эта связка мирпан-токсин-мирпан бывают буты когда срабатывает нормально потому что вот ну то есть как вы говорите все хорошо и еще добавилась вот эта связка на самом деле окрашивается лучше а бывает что делаем так а все равно ночью стоит жара да но она на самом деле какой-то толчок есть если будет перепад это усилить задействие да вы знаете как тот на 5 процентов этот 10 добавил так сам и в целом получилось не можно а на этом сорте вы попробовали свет окрасную точку вы знаете в районе года это было там самое ну это было несколько лет там у нас 2 года то есть я же не знал что у меня спросите я не знаю смотрите например аскафол использовали на сорте айдарет вот виктория вспоминала молдавию они брали огромное количество этого продукта и били там дифирамбы ему но это было вот какие-то 2-3 года более успешных потом что-то сложилось не так да состав химичный были годы просто буквально айдарет был вот красавец да красавец которого у нас не бывает а гарантия зимовый сорт что в принципе период сбору он выстрочивается и можно дождаться там хоть какого-то краса а что стосуется больше ранних сортей боевых перепадов что нема есть ну например джона болт фуджи не той сами чемпион у нас есть таке нечастье как слава переможцам гала вот это когда мы там в конце августа 20 серпня а я к ней охранник попросить слава переможцам 20 серпня период сбору зараз даже раньше проблема в том что с нашим кліматом сучасным не бывает ночей про холодных уже вопрос стоит таким образом вопрос стоит вопрос как сработать вы ж дивитесь момент продажи момент съемок цена одна через три месяца цена совершенно другая и надо ж обработать получить цвет и чтоб оно ж лежало а не попухло чтоб через две недели продать фосфор калий вот там давай и будет обе красный у нас там тоже проблема но вот пока вот только а потом мы поняли что ну они говорят что в принципе и так заберу то есть оно лежит не такое оно красивое перед вот перед уборкой создаете ну на хранение прогон специализированный перед ним которая будет вот скажем 3 сентября вы отработаете под уборку 25 августа у вас будет каптан 18 там или 15 у вас топсин августа в обратном порядке отматываем и еще 10 августа у вас каптан то есть каптан 10 ну там 18 или 19 топсин потом еще раз через 80 дней каптан и потом следующий обработка уже которая пошла под уборку капсину вас все равно дает ну по болезням хранения тоже ну замечательно хорошо каптан тоже есть там если какое-то побочное там далеко идущие причем там вот больше будет вот это вот горькое то есть не на серую гниль а вот именно на гнили которые другие вызываются то есть и все эта связка она работает ну она у арихозяйства кого я сконсультирую она есть везде то есть мы много лет много лет так работаем 5-6 лет мы ее не меняем потому что она себя оправдывает она работает очень хорошо то есть не было еще ни разу чтобы там у нас что-то случилось так вот да что там я сама можно в ней постучать так что тут вроде как бы все такое более-менее по пармозу по другим зонам в регионах я уже когда говорила говорила да то есть что если зимы не было вот такой сильной ничего не вымерзает критичный период да критичный период уже критичный прошел да и все тем более что я говорю совсем не зимой они не имеют в таком состоянии я думаю что то же самое что на яблони то есть если это есть то то все касается а установили что филостик это не было антракноз или что то еще нет ну можно антракноз если есть смотрите антракноз это то заболевание которое биологически 0,2 градуса и инкубационный период 3-4 дня вот 3-4 дня инкубационный период вот там надо четко причем я говорю насколько у него низкий этот холодовой ноль так сказать да что там вот это раннее весеннее когда там скажем на мелье пишут там 14 дней то антракноз на винограде все равно 3-4 дня и обработки первые проводятся когда почка распускается вот только лопнула почка появился зеленый конус ну это на любой культуре делается первая обработка вторая обработка делается с интервалом 3-4 дня вот под следующий инкубационный период то есть вы должны закрыть вот эти первые ну когда зимующая форма начинает так сказать зимовать будет на ну если касается антракноза на побег на всех пораженных органов вот какие были где он был побежки там остались какие-то растительные остатки где-то усик какой-то там да и так далее везде вот это перезиновое то есть ну убираем растительные остатки с возможностью пораженные обрезаем но если вот начинаем обработки первая подрастительская почка как я говорю показался вот немножко конус зеленый на 30-40 процентов почек показался зеленой формы следующая обработка с интервалом 3-4 дня то есть очень хорошо из контактников лучше всего работает антракол по антраконозу антракол лучше всего фалпет работает прилично то есть он будет работать но лучше антракола из контактников титаном 45 там можно прочитать и так далее то есть ну банка цбовая группа тоже работает но лучше всего из контактников антракол два раза можете поставить первое там ну как бы вот ну норма расхода полтора но если как бы есть проблема ну поставьте два то есть по цене он такой дешевый что можно поставить и два то есть два потом полтора сезон можете поставить еще где-то раз потом перебиться чем-то поставить еще раз дальше потом вот в течение сезона вегетации ну любые контактные продукты ставьте то есть другого ничего никто не придумал ну а я думаю что первое что всегда пишут ну вот когда у нас случилось хозяйство я уже говорила вам постоножка то первое что единственное что нас спасло на самом деле это мы убрали все поврежденные сливы которые валялись на земле то есть надо убирать запасы другого ничего нет да это тяжело мы ставили людей которые хотели собирать то есть если есть возможность выгрести выгребайте обрезать надо убирать запасы имущей инфекции максимально так что тут у меня еще есть хорошая выгрыз что все что мы все что у нас Продолжение следует...